В эфире новости на шестом канале, в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Перевернулся на ровном месте. Сегодня в районе обеда на выезде из Владимира в сторону Суздаля опрокинулся на крышу Митсубиси Паджеро. На этих кадрах видны последствия аварии. По данным госавтоинспекции, 41-летний водитель Паджеро не справился с управлением и вылетел в кювет. В аварии водитель не пострадал и от медицинской помощи отказался. Судя по информации ГИБДД, пьяным он не был. При движении в сторону города Суздаль водитель принял право для того, чтобы объехать автомобиль, осуществляющий левый поворот в разрешенном месте. Однако, в свою очередь, не справился с управлением и совершил выезд за пределы проезжей части. Машину занесло, видимо, как раз на обочине, да? Он цепанул, что ли? Ну, возможно, да. Во время эвакуации переживали за товар. Сегодня под пристальным вниманием спасателей МЧС и прокуратуры оказался Мегаторг. Противопожарная проверка крупного торгового центра, где также есть детская игровая комната, выявила ряд нарушений, в том числе в действиях продавцов. Подробности расскажет Татьяна Данилова. Три минуты и спасатели были на месте совершить покупки. В Мегаторге многие владимирцы не успели, потому что в торговом центре случился условный пожар. По легенде, загорелся детский развлекательный центр на втором этаже на площади около 150 квадратных метров. Формируется звено для продолжения наращивания линии на второй этаж торговых детскому центру. Сами сотрудники Мегаторга после срабатывания сигнализации начали первыми тушить помещение. В торговом центре есть свои стационарные пожарные рукава. Началась срочная эвакуация людей. Детская комната в Мегаторге находится на втором этаже, и маленьких посетителей она еще не успела принять. Мы были только на первом этаже, мы только зашли, мы не успели еще даже подняться. Вы не знали, что здесь будет эвакуация? Нет, не знали. Мы пришли специально поиграть в игровую с детьми. После трагедии в Кемерово родители уверены, детские развлекательные центры должны быть только на первых этажах. Там же нужно разместить и магазины, торгующие детскими товарами. Тем временем проверяющие констатируют, эвакуация людей прошла организованно за 5,5 минут. Это норма. Все слажено, все быстро, четко. Сигнал эвакуации срабатывает, и мы всех выводим посетителей через запасные выходы. По легенде, из условного очага возгорания должны спасти четверых людей, один из которых, спасаясь от огня, забрался на крышу здания. Я был на крышу. Пришли спасатели, спасли меня, спустили по веревке. Как оцениваете их работу? На пять. Спасти не успевших, эвакуироваться людей пожарные сумели за 10 минут. При реальном пожаре, возможно, был бы другой сценарий. Именно для этого, говорят в МЧС, и необходимо проводить такие учения, чтобы правильно рассчитывать свои силы. Дополнительно мы отрабатывали свои тактические возможности. Сами знаете, видите, здание большое, большой протяженности. И нам было необходимо проверить себя, соответственно, количество пожарных рукавов, да, сколько необходимо проверить, какое мы на это время затрачиваем и так далее. То есть мы это все проанализируем, сделаем свои выводы какие-то. Пока сотрудники МЧС тушили условный огонь в мегаторге, в кабинете дирекции шла проверка документации, скрытая от журналистских объективов. На камеру помощник прокурора смогла рассказать лишь о первом впечатлении от увиденного, сделать замечание продавцам. Работники секции вместо незамедлительной эвакуации начинают закрывать свои помещения. Это раз. И второе требование, да, и замечание, так скажем, сотрудники администрации, охраны объекта должны были предпринять действия для отведения людей от здания, да, объекта не менее 15 метров. Для чего все это делается? Для того, чтобы в голове у наших жителей, граждан сложилось, сложился на уровне подсознания, на уровне инстинктов порядок действия в случае пожара. Сегодня на учении были брошены все городские службы. От МЧС прибыло более 10 единиц техники, включая квадрокоптер и 40 спасателей. И такие проверки, совмещенные с эвакуацией людей во Владимирской области, будут продолжаться, говорят в прокуратуре. Торговые центры, кинотеатры, детские развлекательные комплексы должны отвечать всем требованиям пожарной безопасности. И в продолжение темы. Андрей Шохин поставил задачу городским службам проинспектировать и все муниципальные учреждения. Цель рейдовых мероприятий – выявить нарушение требований пожарной безопасности. О своих визитах комиссия не докладывает. Проверяющие приходят неожиданно. Сегодня посетили городской дворец культуры и школу номер 8. Муниципальные учреждения – это не торговые центры. Проверяют их регулярно, поэтому нарушения требований пожарной безопасности здесь придется поискать. К охране городского дворца культуры у проверяющих претензий нет. Документы спросили, необходимые бумаги показали, на вопросы ответили. Не придраться и к эвакуационным выходам. Путь к ним свободен, а на дверях так называемый барашек – защелка. Она соответствует и противопожарным, и антитеррористическим правилам. В зрительном зале также все согласно нормативам. Динозавис, принудительное дымоудаление, то есть все, что требуется, по сути, знаки все аварийных выходов, люди проконсультированы. Кстати, сейчас проверим. Господа студенты, я прошу прощения. Если вдруг сейчас внезапная ситуация, пожар, что вы будете делать? Выходить. Куда? Куда? В локаре. Прорежать. Откуда вы это знаете? Нам провели инжентарь. Там где? Вы с нами в планах? Батюшки. Приятно. Функционирует и система оповещения. Эвакуация проходит организованно. Сотрудники и посетители покидают здание. Спустя полторы минуты в помещении появляются люди в форме. Здравствуйте. Простите, служебная ситуация. Спасибо, молодцы, сработали. Это не нужно. Нет, нет, нет. Все, извините еще раз. Нажата тревожная кнопка и в течение двух минут ГБР, группа быстрого реагирования, ничего появилось. Проверяющие явно не ожидали такой готовности культурного учреждения. Во время проверки никаких нарушений не нашли. В том числе вы видели, как быстро и четко и сотрудники, и посетители выполнили все меры по эвакуации. Даже несмотря на то, что проверка была нежданной. Даже несмотря на это. Следующий объект – школа номер 8. Учеников в здании практически нет. Сейчас идут каникулы. Однако из присутствующих, видимо, не все знают, куда идти и что делать в случае пожарной тревоги. Внимание! Опасность пожара. Не подавайтесь панике. Покиньте школу согласно световых указателей выхода. Тем не менее, эта ученица продолжила смотреть в телефон. Девушка покинула помещение только после замечания взрослого человека. На улице ученики и работники школы пробыли всего несколько минут. В случае же реальной чрезвычайной ситуации в зимнее время, когда здание придется покинуть надолго, никто не замерзнет, утверждает директор. У нас договор с 21-м садиком, который вот через дорогу, с 45-м садиком вот сразу сюда, и с промышленно-коммерческим лицеем на Кирово, который. Договора у нас есть, в случае чего мы эвакуируем детей туда. Есть претензии и к охране. Женщина не смогла ответить проверяющему, как действует в случае звонка от телефонного террориста. Не понравилась членам комиссии и документация. Все инструкции в одном файле. Такого быть не должно. Что-то узнать, прочитать, да? Вы не будете же ведь искать, да? Каждую инструкцию разложить отдельно. Хорошо. Нарушения хоть и не критичны, но при возникновении реальной опасности даже такие мелочи могут привести к потере жизни находящихся внутри людей. Проверки домов культур, школ, детских садов продолжатся. Проинспектировать должны все муниципальные учреждения. Алексей Дудин, Артём Горчаков, 6 канал. Боятся ходить под чёрным мостом. Именно так владимирцы прозвали тоннель под железной дорогой в районе улицы Вокзальная. По весне из-за перепадов температур и без того узкая пешеходная дорожка превратилась в каток. Людям приходится ходить по проезжей части, а делать это без риска для жизни трудно. Через тоннель постоянно проезжает большой поток машин. Тему продолжит Никита Королёв. Наглядно здесь даже нельзя пройти. За неё браться я сейчас свалюсь. Потому что здесь ровного места нет и всё наложено льдом. То есть под машину приходится прыгать? А куда? По-другому пройти через этот тоннель не получится. Единственная и без того узкая пешеходная дорожка превратилась в каток. Из-за переменчивой весны здесь образовалась наледь и такие вот сталактиты. Так что прохожим приходится буквально на свой страх и риск проходить этот участок пути. Горожане уже давно прозвали этот мост чёрным. Потому что в тёмное время суток ходить здесь опаснее вдвойне. Фонарей-то нет. Особенно боятся чёрного моста пенсионеры. Нерадивые водители пропускают пожилых здесь вообще через раз. Никто не останавливает. Летят, видят, что по этому корыту, я не тротуар называю, а корыто. Там вот такая вот, в него вода постоянно наливается, там всё время жижа. Снеговая, ледяная. Видят, что идёшь. Одну секунду подождать. Нет, летят как ненормальные. Пролетают. Так что пешеходам, чтобы не соскользнуть с тротуара под машину, приходится вот так от машин бегать. Автомобилисты разводят руками. Ведь одновременно через тоннель можно проехать только в одном направлении. И чтобы не было пробки на въезде, нужно поскорее проскакивать. Очень скользко. Сейчас я езжу за рулём, чтобы не ходить. И теперь я боюсь, что люди, которые идут по этому льду, могут подскользнуться и попасть мне под колёса. Почему мы, жители города, не можем нормально добираться и передвигаться по городу? Вообще, про этот злополучный мост мы рассказываем буквально каждую весну. Вот что творилось здесь год назад. Растаявший снег попросту затопил и тоннель, и дорогу рядом с ним. Тогда сотрудники водоканала воду откачали. Сейчас к ним претензий у людей нет. Но и настоящей тёплой весны пока ещё не было. А перепадов температур хватило, чтобы путь через тоннель превратился в каток. Причём там, как на других улицах города, коммунальные службы песко-соляную смесь почему-то не сыпят. С просьбой решить проблему с чёрным тоннелем мы обратились в городадминистрацию. Мы оперативно отправим туда уборочную бред, которую приведёт этот тротуар в порядке. Будет заниматься центр управления городскими дорогами. Сейчас я с директором переговорил, он говорит, всё понял, сейчас вышлю. Если вы заметили, что какой-то участок городской дороги покрыт льдом и не убирается, сообщите об этом в управлении ЖКХ по телефону 53-18-39 или в единую диспетчерскую службу администрации города Владимира. Её номер 05. Никита Королёв, Александр Мажаров, 6 канал. Приводят в порядок зелёные насаждения. Бригады рабочих продолжают спиливать сухие и аварийные ветви деревьев. Почему это нужно делать именно сейчас? И как ухаживают за деревьями муниципальные службы, узнала Маргарита Махрова. Сегодня на улице Стрелецкой работает спецтехника. Рабочие с автовышки выпиливают сухие ветки. Они не только мешают росту деревьев, но и представляют опасность для прохожих и могут задеть провода. Деревья облагораживают чётко по плану. Работа ювелирная. Спиливать ветки приходится даже на большой высоте. При этом нужно быть очень осторожными и внимательными. Я за рулем и на автовышке. А в людьке двое рабочих у меня сидят. Что самое сложное в работе машиниста автовышки? Ну и когда машины стоят, мешают. И когда много проводов. Ну тогда плохо. На благоустройстве у Владимира заняты несколько бригад. Каждая трудится в своём районе. И ещё несколько в микрорайонах. В зависимости от сложности проводимых работ на объект могут направить и дополнительные силы. Все спиренные сухие ветки оперативно собирают и вывозят. Кстати, для деревьев такие работы абсолютно безопасны. Бригада Ленинского района сегодня проводит снижение кроны и выпиливает больные сухие аварийные ветки. Сейчас как раз самое подходящее время для того, чтобы произвести обрезку как зелёных насаждений на территории города, так и садовых растений. Плодовых, ягодных. Потому что именно в этот период ещё не началось сокодвижение. И это наименьшая угроза для деревьев, когда можно произвести обрезку, сформировать крону, убрать всё старое, ненужное, больное. Особенно полезна опиловка и обрезка ивом и липом. После неё они быстро разрастаются снова и наращивают крону. Затем, как ухаживают за уличными деревьями, внимательно следят и простые владимирцы. Зелень очень любим, но зелень должна быть ухоженная. Сельце у нас обязательно нужно опилить. Ну а в городе, ну более-менее. В муниципальном учреждении благоустройства ещё раз напоминают, что активность могут проявлять и сами жители. Если какие-то деревья на улицах Владимира нуждаются в уходе, об этом можно сообщить в Управлении жилищно-коммунального хозяйства по телефону, указанному на экране. Маргарита Махрова, Илья Фомин, Шестой канал. Уровень и качество жизни, социальная помощь, медицина и образование. Владимирские законодатели начали реализацию приоритетных направлений послания президента. Для этого в нашей области, как и в других регионах, создаётся специальная рабочая группа. Такое решение принял Совет законодателей Центрального федерального округа на очередном заседании, которое прошло в парламентском центре в Мосгордуме. Над чем предстоит работать? Расскажем далее. Законодатели региональных парламентов приняли решение создать на местах специальные рабочие группы. Они займутся выполнением ключевых задач развития страны, о которых говорил президент в своём послании. Ориентироваться парламентарии в первую очередь будут на повышение уровня жизни граждан, на оказание адресной социальной помощи, доступность качественной медицинской помощи, внедрение информационных технологий в сферу образования. Именно эти направления развития президент обозначил как приоритетные. К реализации его посланий уже приступили во Владимирской области. Как отметил председатель ЗАГС Собрания Владимир Киселёв, в 33-м регионе уже принят ряд законов, направленных на поддержку различных категорий граждан, особенно молодых семей. Выделены средства на доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Предусмотрен ряд мер поддержки инвесторов. Владимир Киселёв подчеркнул, что работа по модернизации регионального законодательства будет продолжена. Принято решение о создании рабочей группы. Такая рабочая группа у нас создаётся в законодательном собрании. Мы разработали план законотворческой деятельности по реализации послания президента. Совет законодателей ЦФУ поддержал инициативу столичных парламентариев о введении уголовной ответственности за умышленное содействие незаконной миграции. Сейчас уголовная ответственность установлена только за организацию незаконного въезда и пребывание иностранцев. Депутаты же Мосгурдумы предлагают наказывать тех, кто этому содействует, и должностных лиц, которые, используя своё служебное положение, участвуют в организации незаконной миграции. Учитывая общественную опасность данного правонарушения, не предлагается наказывать виновных лиц штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трёх лет, либо лишением свободы на тот же срок. Принятие данного законопроекта позволит восполнить пробел в правовом регулировании правонарушений миграционного законодательства. Полномочный представитель президентов ЦФО Алексей Гордеев на заседание Совета торжественно вручил председателю ЗАГС Собрания Владимирской области Владимиру Киселёву почётную грамоту президента. Напомним, соответствующее распоряжение было подписано Владимиром Путиным 23 февраля этого года. Глава областного парламента награждён президентом за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Валерия Саенко, Валентина Мартынова, Шестой канал. Развитие агропромышленного комплекса и помощь дачникам. Какие законодательные изменения планируются для садоводов и работников села? Об их поддержке говорим с депутатом Законодательного собрания, председателем Аграрного комитета Владимиром Сипягином. Сегодня он гость студии Шестого канала. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Какую поддержку получат дачники, а главное, когда? Рядом с крупными мегаполисами нашей страны, ну и Владимирской области, находится большое количество садоводческих товарищей, которые пришли в запустение. Здесь лукавить нечего, но ситуация так и есть, как она есть. Запустение имеется в виду заброшенные участки? Ну, первое, значит, это состояние, конечно, самих участков. Половину из них, ну какая-то часть из них, конечно, заброшена. Второе, это состояние дорог. Третье, это подача электроэнергии. И четвёртое, водоснабжение. Я был инициатором создания рабочей группы, которая должна изучить эту проблему, понять масштаб её и принять соответствующие меры. По моей предварительной информации, речь идёт о десятках тысяч человек, если не сотни тысяч человек на территории только Владимирской области. Потому что тот процент, который кормится вот в своих дачных участках, садоводческих, он огромный. Он огромный, конечно, и проблем достаточно большое количество. Но для того, чтобы принимать соответствующие следующие решения, каким образом помочь этим людям, конечно, было принято правильное решение понять масштаб проблемы. Для этого были сделаны запросы во все муниципальные районы. Для того, чтобы оценить состояние данной сферы, это количество СНТ. Первое – это тот процент заброшенных участков, которые находятся на территории Тауольного СНТ. Это состояние дорог, линии электропередач, водоснабжение. То есть вот основные параметры, которые мы хотим оценить, чтобы потом понять, в каком состоянии находится эта сфера. Был принят закон, буквально на последнем заседании законодательного собрания, по которому те участки недра, которые используются для добычи подземных вод, для хозяйственно-быдового назначения, вот как раз с СНТ, с садоводческими товариществами, они переходят в другой раздел, в участки недра местного назначения. Тем самым облегчается порядок оформления документов для потребления данных подземных вод, с точки зрения полива. С 1 января 2019 года порядок будет упрощенный совершенно. Раньше было, поверьте, чтобы собрать разрешительные документации для того, чтобы использовать подземную воду для полива, это там огромный кип документов надо было собрать из соглашения. Сейчас будет гораздо проще это сделать, и хотя бы здесь появится отдушина. Вот все остальные действия, я надеюсь, произойдут после того, как мы увидим данные, поступившие от муниципалитетов, проанализируем их, и уже, исходя из возможностей, понятно, бюджета, потому что областного бюджета, он не бесконечный, будем понимать, каким образом помочь вот этому слою населения, которое до сих пор возделает свои дачные участки. От СНТ переходим к АПК, более обширная тема. Какие изменения грядут в агропромышленном комплексе 33-го региона? Первое, что делается, это то, что молодым специалистам из года в год мы индексируем единовременную выплату, которая приходит работать на село, и, в частности, вот в этом году молодые специалисты, получившие высшее образование, получают, по-моему, 124 с копейками тысячи рублей, единовременно подчеркиваю, это тоже весомая сумма, кроме других льгот, которые они получают, это причем происходит не по федеральному закону, а это областное законодательство, происходит ежегодная индексация, среднепрофессиональная 94 тысячи и профессиональная, по-моему, 67 тоже с копейками. Поэтому такая единовременная помощь всегда является важным подспорьем специалисту, который приходит работать на село. Кроме этого, значит, был принят закон законодательным собранием, который приравнял научные и образовательные учреждения, занимающиеся производством и переработкой сельхозпродукции, к сельхозпредприятиям, для того, чтобы они могли получать различные меры государственной поддержки. Это и финансы, это и помощь в сфере мелиорации, семеноводства, закупки отечественной техники. Принят федеральный закон, по которому с 1 января 2019 года дано право субъектам устанавливать дифференцированную ставку сельхозналога. В зависимости от каких критериев, сейчас я скажу. То есть, эта ставка может варьироваться от 0 до 6%. То есть, 6% – это максимальная цифра сельхозналога, 0% – естественно, минимальная. Это будет делаться уже на основании анализа, какой сетку установит субъект, область наша. То есть, какие правила разработает областная администрация и законодательное собрание. Несколько критериев. Это критерий, какая продукция производится, какой объем дохода получает тот или иной сельхозпроизводитель, в какой местности он находится. И какая средняя численность персонала, которые работают на данном сельхозпроизводстве. А сейчас она сколько составляет? Сейчас базовая ставка 6%. 6% платит каждый сельхозпроизводитель, который работает на сельхозналоге. Сейчас вот есть 4 критерия. И исходя из четырех критериев, будет определен тот процент, который должен платить сельхозпроизводитель. Какие будут критерии? Вот сейчас как раз и прорабатывается этот вопрос. Спасибо большое, Владимир Владимирович. А я напомню о помощи дачникам, а также о поддержке агропромышленного комплекса 33-го региона. Мы беседовали с депутатом законодательного собрания Владимиром Сипягином. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это может быть призыв отремонтировать проблемный участок, либо рассказ о том, как местные власти подчинили дорогу после ее появления на интерактивной карте. Участником конкурса может быть любой совершеннолетний гражданин и даже авторский коллектив. Работы принимаются со 2 по 29 апреля. Подробности на сайтах унф.ру и дороги унф.ру. Цель конкурса, чтобы вся карта убитых дорог окрасилась в зеленый цвет, который символизировал бы, что проблемных участков не осталось. Победители ждут ценные призы. Видеокамера, оптический стабилизатор для телефона и фотоаппараты с моментальной печатью фотографий. Движение в стихах и пластика. Владимирские подростки изучают науку, как стать актером. Первая детско-юношеская театральная студия заслуженного артиста Владимира Лаптева открыла свои двери осенью прошлого года. И уже сегодня ребята демонстрируют чудеса актерского мастерства. Чем удивляют юные таланты? На открытом уроке студии побывала Валентина Мартынова. Практикуйтесь ежеменно и наступит день счастливый. Науку, как вести себя на сцене, двигаться и говорить, Иван постигает уже почти год. Говорит о том, что во Владимире открывается детская театральная студия, узнал случайно из объявления в школе. И сразу решил попробовать. Оказалось, что здесь очень интересно и весело. Мы здесь делаем разные необычные вещи. Бывают с закрытыми глазами, делаем разные непонятные движения. Мне педагоги очень нравятся. Они добрые, хорошие. И всегда, если что-то не получается, они объясняют. Мне самое главное нравится, что мой сын идет сюда на занятия с удовольствием, с интересом, с желанием. И у него даже нет мысли пропустить занятия. Я думаю, что это им пригодится в общении, в первую очередь, со сверстниками. Во-вторых, с взрослыми, с учителями, с педагогами вне студии. Сегодня ребята показывают свои умения на открытом уроке. В зрительном зале – родители. А на сцене – чудеса сценической пластики и речи. А-а-а! Как глаз украл корабль! А Клару украл, украл и клад нет! Если бы Клару украл, украл и клад нет! То Клару украл и клад нет? Нет! Мы накладываем действия на речь, чтобы все было вместе, совокупно. Также в движении. У них занятия по движениям тоже есть движение в стихах. То есть у нас стихи в движении, а у них движение в стихах. Всего в детско-юношеской театральной студии и при муниципальном центре клуб сегодня занимается более 10 человек. В течение трех лет ребята будут изучать историю театра, сценические речи, движения, вокал, хореографию и другие дисциплины. Руководит студией Владимир Лаптев. Режиссер – заслуженный артист. Он отмечает, одни ребята уже планируют поступать в театральные вузы, другие занимаются ради общего развития и уверенности в жизни. Я думаю, что все это крайне полезно. Они лучше стали учиться, они лучше стали общаться с людьми, они меньше болеть стали. Да, потому что дыхательные упражнения – то, что они не занимались никогда. Сейчас в планах педагогов создать полноценный подростковый театр и ставить спектакли. Уже в ближайшее время юные актеры начнут готовиться к первой премьере. Валентина Мартынова, Егор Хребко, 6 канал. Узнать секреты космоса, побывать на крупных соревнованиях по автомодельному спорту и отметить День смеха. В эти выходные владимирцев ждет много интересных событий. О самых ярких расскажем в нашей афише. Владимирские планетарии приглашают на день рождения. В субботу гостей Звездного дома, начиная с 11 утра, ждут познавательные сеансы. А вечером в 18.00 для детей и взрослых – космический квест с интересными заданиями и загадками. Кто пройдет его лучше всех, получит подарки. Начиная с 8 вечера, при условии ясной погоды, сотрудники планетария организуют наблюдение за Луной в телескоп. Любители музыки в субботу ждут в областном доме работников искусств. В 17.00 там выступит талантливый вокалист, выпускник знаменитой Гнесинской академии Владимир Савушкин. Он подготовил для зрителей романтическую музыкальную программу «Песни о любви». Интересные программы для владимирцев в эти выходные в городских парках. В субботу в Добросельском гостей познакомят с чудесами природы. Секреты окружающего мира юные посетители узнают в 11 утра. В воскресенье 1 апреля в Центральном парке «День смеха». В полдень там начнется программа «Смеяться разрешается». А посетителям «Дружбы» в этот же день расскажут о пернатах, которые живут в городах. В 11.30 в парке «Дружба» пройдет тематическая программа «Берегите птиц». Поболеть за участников первенства России по радиоуправляемым моделям можно будет в воскресенье в 10 утра на базе Дворца детского и юношеского творчества. Там соберутся юные любители технического творчества со всей страны. Увидеть искусство мастеров из Великого Новгорода приглашает Центр изобразительного искусства. В рамках межрегионального выставочного проекта «Единение культур» там открылась выставка, на которой представлены работы более 60 новгородских художников. Экспозиция работает ежедневно с 10.30 до 19.00 на Большой Московской 24. На этом у нас все. Далее вас ожидает блок полезной информации. Оставайтесь с РН 6 каналом. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова